Традиционная ярмарка вакансий состояла в Тверском технологическом колледже. С одной стороны, ее формат был традиционным. Сначала презентации городских предприятий, а затем непосредственное общение их представителей со студентами. Однако, с другой стороны, нынешнее мероприятие имело свою особенность. Какую именно, расскажет Роман Быков. Ярмарка вакансий для студентов последнего курса проводится в технологическом колледже два раза в год. Соискателям предлагаются рабочие места в сфере строительства, автосервиса, дизайна, туристической отрасли. Важность пропаганды таких специальностей постоянно подчеркивает губернатор Игорь Руденя. Очень важно восстановить у нашей молодежи любовь к таким профессиям. Сегодня мы видим повышенный спрос на поступление в учреждения среднего профессионального образования, то есть в колледже. Студент колледжа Владимир Лебедев считает такие формы очень полезными, чтобы молодежь лишний раз убедилась в перспективности рабочих и инженерных специальностей. Хотя большинство его однокурсников и без того намерены после выпуска применить полученные навыки на практике. У меня группа состоит из 22 человек сейчас на данный период времени. 18 человек собираются работать по специальности. Почему? У некоторых просто родители работают в таких же сферах, как и они, а некоторые просто хотят себя попробовать в этом направлении. Директор колледжа Юлия Скворцова также говорит, что подобные ярмарки вакансий носят исключительно прикладной характер. При этом на сей раз мероприятие выделяется на фоне предыдущих. Для участия заявились 32 компании. Более того, уникальность нынешнего форума и в его уровне. С 32 компаний присутствует более 12 генеральных директоров и руководителей. То есть на данном мероприятии директора могут пообщаться с студентами, увидев, что за поколение. А оно другое поколение. У него есть особенности. И руководители должны понимать, в какое поколение к ним приходит. С тем, что очень важно заглянуть в глаза потенциальному работнику, согласно и Анна Рыбакова. Генеральный директор завода железобетонных изделий, она отмечает, что личное общение важно еще и с точки зрения железобетонных гарантий, которые каждый работодатель должен дать будущему сотруднику, предлагая вакансию. Какая заработная плата, какие соцгарантии, какие условия. Я откровенно расскажу, потому что потом, если эти молодые люди устроятся и не получат того, что я им обещала, они имеют полное моральное право прийти и сказать, а что вы нас обманули, что это за такое. Тем не менее, все работодатели признают, инженеров и рабочих очень не хватает. Среди причин отсталая технологическая и теоретическая база многих учебных заведений. Понимая, что руководство СУЗов не виновата в недостаточном финансировании на эти цели, наиболее активные директора предлагают решение проблемы следующее – самим включаться в образовательный процесс. Мы изначально приходим к ним сюда, в их стены, чтобы им было комфортнее, и читаем лекции здесь. Мы договорились с методистами, с их руководителями, какого цикла лекций мы читаем, как это происходит. Они строили наших руководителей, как педагогов, в свои учебные процессы. Они читают им лекции здесь. По словам руководителя технологического колледжа, сейчас до 70% ее выпускников идут работать по специальности. Однако, во-первых, надо стремиться к большему, а во-вторых, надо сделать так, чтобы молодежь не убегала с предприятий, поработав 2-3 месяца. Именно для этого здесь и проводят такие ярмарки-вакансии, чтобы студент получил максимум информации из первых рук. Продолжение следует...